Спасая свой режим, Зелянский объявил об освобождении из тюрем заключенных. Это бывшие боевики, участвовавшие в карательной операции против жителей Донбасса и отметившиеся в совсем уж дичайших преступлениях. В годы Великой Отечественной войны карательная операция в Беларуси осуществляла подразделение Дирлевангера, составленное из уголовников. Подразделение Дирлевангера вместе с украинскими полицаями сожгло хатынь. Теперь у Зеленского будет свой Дирлевангер. Если паяльником я пытал, где этот человек и где у него шрамы от ожога. Уголовник Анищенко. Рецидивист из донецкого города Торес. В 2014 году он со своей бандой получил оружие из рук олигарха Коломойского и создал батальон Торнадо, отличавшийся особой расходностью. В подвалах захваченной Торнадо школы города Лисичанска людей не только пытали, их насиловали как женщин, так и мужчин. Я хвилююся, но я принял это решение. Заставили сосать и облизывать пластиковую трубку и имитировать оральный половой акт и делать вид, что он якобы сосет половой член. Его привязывали к козлу, спортивный снаряд такой в спортзале школы, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой обливали водой и пытали электрическим током. Заставляли его голым танцевать и петь им песни, отжиматься от пола, приседать в спортивной гире желтого цвета массой 24 килограмма. Задержанных в моем присутствии заставляли насиловать друг друга, угрожая оружием неестественным способом. Даже сотрудники главной военной прокуратуры Украины были поражены зверствами бандитов Амищенко. После долгих правовочек их главаря все-таки посадили. Однако, теперь он со своей бандой снова вооружается. Разумеется, против российских войск он не продержится и получаса, но выпускают их не для этого, а для создания беспорядка и хаоса на Украине. Где теперь оборудуют свою пыточную камеру карателем?